ребят приветствую вас сегодня пятница решили приехать на водоемчик друзья водоемчик у нас такой около дома находится рядом 15 минут езды буду ловить на той стороне под камышом как всегда друзья сплеск небольшой рыбы ну честно скажу рыбы тут сейчас походу очень очень мало очень тяжело поймать мы ребят хотим опять лишь просто отдохнуть трава вот так смотрите под засвела и под той стороной в принципе ловлю под той стороной но трава что вы видите да какая поэтому надо будет подумать как вываживать рыбу что как ловлю там под камышом но смотрю что прямо не получится под камышом буду попадать водоросли собачку взяли ребят вот так мы приехали установили лагерь палатку тут мы не берем никогда хотели на двое суток получится на одни приехали посмотреть на разведку отдохнуть там буду спать я здесь кушать будем дома я будет монтажное место ребят так что вот так вот но супруга возможно может будет здесь спать может на раскладушке захотела так что ребят вот так вот сейчас будем потихоньку раскидываться вот так вот у меня мое место ребят мартина иди сюда смотрите ребят собака бегает у меня матика бежит и красавчик вырос ребята же помните какой был их растет собака лад ребят ну все будем раскладываться потихонечку включу как разложусь иди сюда вот март мартин молодец собака ребята продолжается установка значит вот я поставил рот подик мартин иди ко мне рот подик поставил есть у меня ребят бусбарики 2 будут стоять один сигнализатор правда мне не привязан все хочу себе купить набор 2 плюс 1 хочу фоксовский купить и 4 плюс 1 для продолжения вот так друзья у нас будет смотрите как супруга сделала хорошо на весь такой сделала красивый там статьи это наташ на кушать и сюда как бежит собака друзья вот так у нас будет в принципе тенечек есть продолжаем дальше устанавливать ребят ну вот я уже вытащил 5 удилищ значит 4 будет у меня на карпа 5 возможно толстолобика ну и также будет как прикормочная вот так мы собачка у нас кушает красиво вот так еще раз друзья смотрите как у меня супруга сделана вес крутой не зря мы ее не выкинули нашу сеточку вот так ребят мы кушаем утром шпротики и всем рекомендую масло батончик мягенький и шпроты ребят завтрак очень обалденный мартина где косточка запрятал косточка на съед как съел все ребят кушаем быстренько закидываем оснастки и ловим рыбу ребят закинул я три удилища значит первое удилище я кинул ребят это поп-ап от компании red carp желтого цвета десятый номер второй значки но тигровый орех с кукурузой и третье значит я кинул от тисимурс груша и мед от компании лихоносов в три семерки кинул ребят вот под те коряжки не коряжки точнее по тот берег под камыши где-то метр не докинул там водоросли посмотрим что у нас этого получится даже не ожидал что это произойдет так быстро сейчас не знаю или сошла рыба что-то тяжелое видела вы что-то плеснуло да возможно как сошел ребят сопротивление сейчас нету они нет рыба есть рыба есть что-то клюнула ребят клюнула на red carp попав желтого цвета сейчас посмотрим что за рыбка сопротивление слабенько попробуем вытащить карпик небольшой карпик сейчас наташа мне поможет помогай выключай выключай ребят вот так вот наташа взяла карпика ребят первая поклевочка с утра желтого цвета вот такой карпик вот такого они говорили запустили помнишь ты говорил небольшой ребят ну уже приятно от меня ушли неожиданно даже произошло такой маленький ребят карпушка сработал на ред карпик тоже приятно ребят водоемчик такой как я вам сказал рыбку тут забирают на него выезжаем чтобы себе поймать рыбку ребят все спасибочки сейчас положим будем дальше ловить друзья время у нас половина девятого наконец-то я раскинулся значит поймали мы рыбку наверно килограмма полтора мне кажется не больше ну уже радует как бы увидели видео я снял наташа получилось снять сразу она же что лишь его вваживал рыбу она работала под хватом все раскинули все наши удилища значит кинул я четыре удилища на карпа м5 удилища в основном она у меня сходовая но как бы я его вечером на ночь точнее ставлю карпика тоже вот значит закинул я на толстолуба было два выхода толстолуба ну вот посмотрим если нет опять поставим на карпика на саданчик так что ребят вот так вот ладно друзья сделал себе кофеечек сейчас выпей кофе и немножечко отдохну будет поплёвка я постараюсь опять включиться ребят только что мартин показал свою рыболовную смотрите друзья мартин чисто ловит лягушек нам говорит хочу сама попробовать мы ни разу сама не ловили ребят вот мартин у нас пытается поймать лягушку для сама все хватит он дрожит для не только что друзья прыгнул опять воду так вы лавров туда иди поклевочек пока нет ребят рыбу пока не закармливал просто ловлю на стике сейчас хочу часов 12 закормиться просто удилища одну для спомба я закинул на толстолубика поэтому сейчас чуть 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 все заняты слышал марта хватит нырять грязную воду так что ребят ждем поклевочек возможно они теперь будут только ночью нормально ты поставила ведро упала так что ребят ждем поклевочек мы не расстраиваемся ловим опять же там друзья пока тишина на все но надеюсь что это может у нас интересная стрелян а пока тишина ребят собака у нас подросла такая красивая стала и и и будем ждать приехали на сутки так что может ночью что-то случится интересная часть тишина я использую случаем хочу вам показать свое изобретение кстати очень удобно и у кого из подавая станция нэш вот ведерочка значит а нэшовская дать 10 литровая вот сюда мы ее ставим заводчик у нас стандартный значит вот авиткарп у нас ребят контейнер да такой ну на звук частей вы знаете да там значит у меня оснастки лежат во второй части я мою ребят вот как бы вот так стандартная у нас пудовая станция сейчас я вам покажу что я изобрела для кормления сейчас секундочку сейчас идет смотрите так ребят смотрите вы знаете что стандартное крепление для удилища в наш это вот здесь правильно получается мы ставим здесь и это не очень нам получается удобно да получается если ветер что нибудь такого плана она гуляет у нас правильно вот здесь два как бы выхода крючочек у нас для эту для оснастки тут я вешаю полотенца для вытирания рук ребят что я приобрел да когда я закидываю когда я закидываю да вот я закинул ракету возвращаю вот получается вот так я делаю раз ставлю ее на руку стандартный вариант да как мы делаем она у меня открыта я закидываю кормочку закрываю трухима и закидываю ну иногда я бывает делаю вот так ребят вот я купил что я изобрел друзья вот я купил флагманский держатель удилищ гребенка как я там правильно называем и вот она шла вот такая двойная друзья вот такого плана я ее обрезал вытащил внутренность там была дюралевая труба такая вот очень мягко вставил сюда вот такой пруд с нержавейки можно с черного металла все равно нарезала резьбу половинку больше подогнул ребят вот где мы моем руки после броска до руки пачкаются сладки из обычного черного металла сделал тоже как бы пруточек такой да там трубка наварили нарезали резьбу ребята теперь я вот так вот спокойненько закручиваю флагманский держатель удилищ там гребеночка как там я правильно называть сибири сходить для фидера ребят вот ребят раз его тут этими двумя шайбами вот я регулирую чтоб она стояла правильно вот друзья вот она теперь стоит теперь при забросе ребят я не на руку кладу удилище а вот кладу вот сюда то бишь как бы ее можно и на ночь оставить от ветра на не уйдет не улетит ну и как бы может все время находиться здесь поэтому друзья вот как бы я нашел более такой выхода там как бы самодельно там обошлось это ребята вообще как бы эта штука вышла мне 100 рублей приварить отец у меня токарь и пруток сделал кого есть токарь и так далее могут сделать если что-то но я думаю там ну выйдет рублей наверное 500 максимум поэтому это лучше чем купить спон который стоит да там грубо говоря в районе там сколько трех с половиной до пяти тысяч рублей если можно купить вот такую нашу скую барахолки за полторы там две тысячи или новую там за 2 600 добавить 500 и сделать такой держатель ребят спасибо кто смотрел ребят тогда вот как бы я сделал информацию поможет тот может себе также сделать ребят уже вечер 8 час значит что у нас по поклевкам я вам скажу так течение всего дня поклевок в принципе и не было значит две точки я оставил также почти чтоб под камыши но к сожалению сейчас водоем просто-напросто вдоль берега покрыты водорослями и как не тянешь ребята так с той стороны точно тоже постоянно зацепы зацепы вытаскиваешь то бишь не факт что оснастка ложится именно на дно и рыба и увидит поэтому друзья вот три удилища я что сделал значит я изменил точки немножко маркернулся вот и поставил я значит 30 35 40 метров что друзья получается вот так что я чуть-чуть приблизился и кстати была поклевочка на кукурузу с тигровым орехом значит был хороший паровоз свингер прямо подняло подняло ребят прямо как бы удочку даже да там сорвало из сигнализаторов я подбежал ну и рыба сошла почему-то не засеклась хотя протяжка была хорошая и больше в течение всего дня поклевок друзья просто не было ну я имею иду по карпу было три поклевки по толстолобу но тоже почему-то не засекся поэтому ребята остаемся на ночь посмотрим что у нас будет вот так выглядит наш лагерь наши друзья сейчас мы садимся поужинать и начинаем заниматься вечерняя рыбалка надеюсь вечерняя рыбалка что-нибудь нам покажет ребят вот я снимаю лампу что я вам показывал вот она светит друзья вот всю беседку она освещает просто идеально мне вообще отлично видно тут вообще все шикарно видно то вот и ребят висит лампа вот на такой высот вышине есть второй режим чуть-чуть поменьше сейчас я вам покажу друзья секундочку вот ребят второй режим как вот чуть-чуть потусклее ну скажу честно нормально светит лампа он супругу освещается стороны и так далее поэтому я считаю лампа достойная для своих денег пожалуйста всем доброе утро значит ребят за ночь вообще ничего не произошло не спал всю ночь клёвого не было рыба не гуляла вообще странно что ничего не поймали как вот одного карпика поймали прошлым утром так и сегодня но будем ждать что-нибудь получится получится нет нет соберемся часов 8 9 и уедем все ребят если что-то интересно будет включу смотритеλамп Продолжение следует...